Фатима Диамы Диамы. Да, у неё среднее имя Диамы, как и фамилия. Что-то типа Катя Катина, испанка. И такая же смертельно опасная для мужчин. Зараза. Дочь мигрантов из Сенегала. По предварительным результатам мы видим, что она опережает спортсменку Ебаселе. А Ебаселе тоже испанка и, возможно, дочь уже российских мигрантов из села. Чемпионат Испании по прыжкам в длину. И сейчас Фатиме желательно прыгнуть на 6,5 метров. Лучше, конечно, сразу на 7. Тренер смотрит с надеждой, что когда-нибудь испанцы смогут колонизировать Африку, просто прыгая через Гибралтар. Дяденька сразу подходит забрать песок, который касался, ну, фатимских, так скажем, прыжковых пусковых установок. Так, черту она еще не перешла. Но какие ее годы? А годы ее, кстати, 27 лет. И вот, гигантское количество людей наблюдает за ее прыжком. Всем интересно, как далеко может прыгнуть человек. Но не просто человек. Естественно, нет. А исключительно в обтягивающих плавках. 6 метров 51 сантиметр. Отличный результат. Мы видим, как оператор религиозно следует за Фатимой, снимая ее сзади. Оператор очень уважает свою камеру. И, естественно, опускать ее не будет. Это был 21-й год. Теперь 22-й чемпионат Испании. У Фатимы Диамы Диамы остались два прыжка. Камера аж не успевает сфокусироваться настолько она быстрая. И на песочное покрытие, хранящее батонно-булочные отпечатки. Она приземляется. О, идет медленно. Идет тяжело. Видимо, результат ее не устроил. И ради этого, говорит, я отбивала себе. Там от удара такие вибрации, что аж до мозга доходят сотрясения с каждым прыжком. Осталась последняя попытка. Прыгнуть изо всех сил. А потом идти. Выколупывать песчинки. Плоскогубцами. И Фатима готовится. Руками призывает духов из земли. Вставайте. Поднимайтесь. И Фатима поднимает. Это правда. В первый прыжок она достигла 6 метров 76 сантиметров. А в прошлый вот 6.24. Мало. С каждым прыжком все короче и короче. Ну, понятно, что сухожилия ужимаются, да. Но в последнюю попытку вложить всю мощь. Фатима Диамы. Сложенная как анимешка. Сложенная как тикток-фильтр для узкой талии. Прыгнула без результата. Видимо, при толчке зашла за линию. На втором месте мы увидим Коалу. Вроде Китай, но из Беларуси же. Международное сотрудничество. И вот белорусска Настасия Мирончик-Иванова. На чемпионате Европы в Глазго. Бежит, сломя голову. Бежит даже быстрее Тома Круза. За 7 метров приземляется. Но красный флаг. Это фолл. Результат не засчитан. А почему? За семерку прыгает. Это дальше, чем Фатима. Ох ты. Жесты бескомпромиссные. Настасия показывает, что идет разбираться. В чем дело? Режиссер трансляции, конечно, ловит ракурсы. Еще и, по-моему, замедляет видео немного. Возможно, он еще при этом дует в свою дудку. Все-таки дело происходит в Шотландии. Люди ровняют песок и матерятся. Опять его кто-то разрыхлил. А вот почему был фолл. На 2 миллиметра зашла за линию. Это был чемпионат Европы по легкой атлетике. И Анастасия Сергеевна взяла серебро. 6 метров 93 сантиметра. Дорогие зрители, недавно я озвучил ивент в игре Сталкрафт. Страшный, ужасный ивент. Марафон мертвецов на Хэллоуин. Сталкрафт вообще это хардкорный многопользовательский шутер от первого лица. Открытый мир. Мощная атмосфера. Можно сражаться, можно выживать. А сейчас еще и ивент уникальный. С моей озвучкой. Марафон мертвецов это кровавое состязание. Там будут битвы как против опасных тварей, так и с другими участниками. Все оформлено, как будто мега комментатор следит за каждым вашим действием. Ну типа я. Все на потеху публике. Это же все будет транслироваться. Сражение с уникальными боссами. Нужно прорубить свой путь через толпы зомби. И покорить сердца зрителей. Регистрируйтесь в игре по ссылке в описании. И получите набор снаряжений вместе с тематическими бонусами мертвого марафона. Сражайтесь, выживайте. Зарабатывайте награды и переживите все ужасы Хэллоуина в Сталкрафте под мою озвучку. И вот чемпионат мира. Фатима Диама Диама уже получила фол за свой первый прыжок. Она как будто чувствует себя неловко. Может потому что она в Белграде. Ее личный рекорд 6 метров 71 сантиметр. Покороче чем у Настаси Мирончик-Ивановой. И вот она побежала. Но как-то тяжело. Нет легкости. Может она рассчитывает на инерцию, на пропульсию как у снаряда. Светится зеленым столбик. Так вот куда надо было прыгать. Сотрудник дает пять Фатиме желая ее поддержать. Не надо меня поддержать. Во взгляде читается у Фатимы. Слоу-мо повтор прыжка. Ух ты, сильно. Виден натренированный удар двумя ногами в грудь. А если карлику, то и по голове. Ждем результата второго прыжка Фатимы. Между тем, мне кажется, что девушки, которые участвуют в таких прыжках, всегда носят крайне скудную одежду. Исключительно из-за того, чтобы она поменьше весила, чтобы дальше прыгнуть. Естественно, никаких других причин одевать девушек в такое вот полубелье. Нет. Результат 6 метров 60 сантиметров. И сразу же четвертое место. Но Фатиме нужно больше. Фатиме нужно длиннее. И вот сейчас прям визуально видно, что она стала бежать быстрее. Ох ты, аж шесть фотоаппаратов внизу стоят. Прыгнула почти до семерки. Столб показывает красным. Это фол. По результатам на четвертом месте мы видим Fly NN. То есть прилетайте в Нижний Новгород. Диама на седьмом месте. 6 метров 71 сантиметр. Этот прыжок нам не показали. Тут чудесный монтаж в этой нарезке. Такое ощущение, будто здесь показывают не спорта. Я даже не знаю, что. Последняя попытка Фатимы Диамы улучшить свой результат. По этому бегу, по этой форме. И отлично демонстрируется, почему человек мог загнать любого зверя на дистанции. Впечатляющие движения. Просто великолепная форма. Но опять красный столбик. Это фол. Ой, ну зашла она очень далеко. Ну хорошо, хоть не ножом пырнула. А зашла она очень далеко в своей карьере. Кстати, начала она ее в 13-м году в Донецке. Но это посмотрим чуть позже. А сейчас загорелая шведка. Хотя они обычно бледные. Кадис Агния. Пальцами производит забор грунта. Нюхает его. Пожалуй, можно. Погнали. Вот. Антилопа. Газель. Но прыжок не очень, потому что это тренировочный забег. Все спортсменки таким образом определяют, откуда им лучше стартовать. С их индивидуальной длиной шага. Вот она ставит себе меточки, чтобы как раз успеть и разогнаться, и не попасть на фол. Далее. Из деликатности не заостряя внимание на штаны Шрёдингера. Кадис Агния. Кадис Агния. Это у неё сокращение от арабского имени Хадижат. Ну а Саня, это, наверное, и тут дотянулся Саня. Съёмки, конечно, адские, дорогие друзья. И это всё официальный спорт чемпионата мира. Опа. А так здесь и прыжков даже не показывают. Прыжки вырезаны, дескать, а зачем они? Видимо, рейтинги падают, так срезают лишний жирок. А нужный жирок оставляют. Тяжело. Да. Ну посмотрим, как начинала Фатима Диама. Вот она в Донецке на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди юношей. 2013 год. Видеозапись настолько старая, что аж гребёнкой покрылась. У Фатимы меньше массы, меньше инерции, меньше дистанция на полметра. Дорогие зрители, я надеюсь, вы примерно поняли, как обстоят дела с женскими прыжками в длину. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных средств. Спасибо, что досмотрели до конца. Кто поставил лайк, тот мощный. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.